Не очень получилось у нас многочисленный Бедолах, потому что у них мало того, что большой расход топлива, огромные жиклеры У них чайбак маленький оказался, да, там, вплоть до того, что канистру впору за спину привязать И ехать с воронкой там доливать где-то в лесу Специально для них делали у нас пидстопы, пидстопы такие Давайте посмотрим сейчас в протокол, кто у нас будет сейчас выступать в этом классе Выступает у нас 6 гонщиков, 68 номер Вадим Куклин, факел, 77 Павел Орешков, факел 117 Николай Красников, ЦТВС имени Кадырова, Уфа 174 Евгений Скляров, Ямбург, 876 Сергей Караченцев, ЦТВС имени Кадырова, Уфа И 789 Дмитрий Дубовик, Ямбург У нас по мотогонкам на льду, но на снегоходе он, похоже, первый раз вообще сел Его тоже Мартюченко и уже Красников тренирует, поднабравшись опыта Тоже, вот они вывезли Снегоходный спорт имеет массу примеров, когда из мотокросса в него приходят спортсмены И могу привести тех же братьев Скляровых, которые из мотокросса пришли в снегоходный кросс Поэтому это неудивительно, так же точно, как и снегоходчики участвуют, я уже об этом говорил Участвуют и в мотокроссе, участвуют и на квадроциклах Достаточно у них много возможностей показать себя в тех или иных видах технических спорта Так же точно, как я знаю, Максим Алексеев у нас участвует и в джиппинге Итак, внимание зрителей у нас Главный судья вынужден остановить гонку, потому что зрители перебегают через трассу Стоят очень близко Просьба зрителям покинуть трассу, не перебегать ее Потому что в таких условиях мы сейчас не сможем дать старт Это будет подвергать опасности зрителей Скорая помощь есть, но она же не для спортсменов у нас Не для зрителей предназначена, а для спортсменов Поэтому большая просьба зрителей Отойти от трассы, не перебегать ее ни в коем случае То есть находитесь в безопасных местах А это касается, скорее всего, зрителей, которые находятся возле обочины, возле автодороги Будьте там аккуратны, пожалуйста, не перебегайте трассу Ни в коем случае, это очень опасно для жизни Учитывая скорости, которые показывают гонщики, будьте любезны Не подвергайте жизни опасности своей гонщикам Потому что уходя от столкновения с вами, он может получить травму И вылететь из трассы Поэтому уважайте спортсменов Пришли посмотреть, поддерживайте, но ни в коем случае не подставляйте их Потому что они вынуждены будут уйти от столкновения с вами И могут подвергать свою жизнь опасности Ну а кто же у нас лидеры сейчас в классе спорта Это Красников, заслуженный мастер спорта Николай Красников Стартовый номер 117, у него 100 очков из 100 возможных Орешков на втором месте 86 очков 77-й стартовый номер, а у Красникова 117-й Ну и из присутствующих у нас, наверное, больше никого особо и нет Потому что у нас Бухвостов на третьем месте Татарский гонщик Воробьев Кировский гонщик на четвертом Толчеев У нас гонщик из Тюмени Колотовкин То есть дальше уже как бы все у нас без очков спортсмены Ну а Красников с Орешковым ведут борьбу за лидерство класса спорт сезона 2015 Николай Красников, безусловно, звездная личность у нас Несмотря на возраст, ему 30 лет, вот только в феврале месяце стукнуло 19-ти кратный чемпион мира по мотогонкам на льду 8 раз в личном зачете Соответственно, сколько у нас? 11 раз в командам зачете Последний раз вот команда России выиграла совсем недавно Начиная с 2005 года его никто не обгонял И только лишь в сезоне 2013 Его просто не пустили на чемпионат мира И Даниил Иванов выиграл Даниил Иванов два раза В этом году Колтаков у нас выиграл впервые чемпионат мира по мотогонкам на льду А Красников выступая по вайлкарт у нас на первом этапе чемпионата мира Тоже взял его и выиграл легко Итак, стартанули наши спорты Стартанули наши спорты И Орешков захватывает лидерство Склеров второй Красников проспал у нас старт Вот по внутренней части радио По внутренней части сейчас пытается что-то сделать И на второе место вышел Так, Павел Орешков Гонщик Профессионал прошлого Призер молодежки сезона 2007 По юниорам, да, у нас был Четвертое место в 2008 году Затем была травма Затем несколько лет он не выступал И вернулся уже, вот вернулся в классе спорт Он тоже молодой В 88-го года он моложе Красникова у нас Но... 77-й номер у него Да, 77-й Павел Орешков Кандидат в мастера спорта В эндуро в классе спорта Он был бицечемпионом России этого года Серебряным призером Кубка России Закрасников, бронзовым призером Спринткросса Он, Воробьев, проиграл падение И повтор старта Повтор старта у нас сейчас Красивый для пользователей телеканала HD-экстрим ТВ Нородкие ссылки на сноу-мобилеру Есть у нас на Ютубе В принципе на Ютубе можно подписаться На различные дисциплины Экстремальные дисциплины Орешков лидирует Орешков... Хотя нет, уже Красников Нет, Красников Николай, Орешков за ним Да, Орешков за ним Вот они и дебютанты Вот что значит Вот что значит тяга к спорту Неважно какому Главное, спортсмен остается спортсменом всегда Если он талантливый в спорте То он талантливый в спорте во всем Ну, Тарла, Красникову тяжеловато давалась Вот эта снегоходная вещь Особенно и сейчас При том, что 10 минут заезд Ему он начинает сдавать уже во второй половине Как бы нет такой у него длительной выносливости Потому что гонка проходит моментально В ледовом спидвей Там дрынь-дрынь-дрынь Там 3 минуты и все У нас вот эти они идут У них средняя скорость круга Больше 100 км в час Получается круг 400 метров всего-то Там круги микроскопические Хотя, конечно, у них это турнирная таблица И все эти они едут 16 заездов Но сравнить это с кроссом тяжеловато И потом там нет препятствий Нет высот вот этих перепад Силовых моментов Но именно Красников в своем интервью Он говорил, что я хочу именно почувствовать А он кроссик моциклетом ездил Хотя не хватая звезд с неба Он ездил постоянно Как бы летом катался Но снегоходная Это у него дебютные вещи Так Николай Красников Центр технических видов спорта Имя Горнатара Кабырова Когда-то Кабыров Шестикратный чемпион мира У нас считался эталоном А вот восьмикратный чемпион В личном зачете Николай Красников Его в этом плане переплюнул Кстати, третью позицию сейчас отлоевал Евгений Склиров Это тренер Истакаф Ямбург Евгений Склиров почему-то на квалификацию не выехал У нас, откатавшись тренировкой Он то ли не знал, что нужно ездить То ли какие-то у него свои были резоны По этому поводу Но тем не менее Евгений Склиров сейчас в строю Три секунды Три секунды Орешков проигрывает Красников Восемь секунд Склиров Куклин 8.8 Караченцев и Дубовик Сейчас замыкают Пелотон Но Дубовик, кстати, не согласен С этим последним местом И, похоже, Караченцев проходит Вот мы видим Артикет у нас С горящими красными фарами Сергей Караченцев Еще один дебютант Новосибирский гонщик Также представляет СТБС имени Кадырова Уфа Чемпион Европы Этого года Пятый Кубка России Этого года Пятый на чемпионате мира Был в сезоне 2017 Прошлый сезон у него похуже был Он Финал отобрался Он только 15 место занял Но он помоложе Сергей Караченцев С 91-го года Ему 23 годика 24 в мае стукнет Гонка сама растянулась по трассе Но вот лидеры у нас Все-таки идут друг за другом Тройка уже определена Это Красников, Орешков и Скляров Вот тройка А остальные уже за ними Куклин и Дубовик Так и Караченцев Куклин и Дубовик Сейчас тоже не позавидуешь Современной ситуации Когда у нас Произошло то, что произошло Конечно, сейчас вопросы Технические вышли На первый план Они всегда там были Но сейчас они обострились Так, Николай Красников Четвертый круг У него лучший круг был Минута 17-67 Сейчас минута 22 Он медленнее идет Но Павел Орешков Тоже не может пока Подобраться на дистанцию Атаки 5-9 был просвет После четвертого круга Смиров проиграл 12 секунд У класса спорт Будет всего два заезда Вот этот один И еще один заезд То есть они разыграют Свой Подиум По сумме не трех А по сумме двух заездов По окончании этого заезда Будет небольшой технический перерыв Чтобы спортсмены смогли отдохнуть И судьи тоже на дистанции Достаточно стабильный у нас получается Достаточно стабильный заезд Определились лидеры И вот так оно ровно и идет Без каких-либо Ну уже вторая половина заезда Три минуты осталось Основного времени Лидирует у нас Красников Похоже все-таки он Выработал себе необходимую выносливость За время этапа Я спрашивал поедешь Чтобы у Рингу Да, конечно Да, вот не важно Сейчас там выиграть Это президент Мотофедерации Республики Башкортостан Собственно говоря И он у нас На личном примере Показывает Как надо осваивать Новые виды спорта Для себя Я Читал книжку Николая Красникова Он вспоминает Как в 90-х годах Они ездили тренироваться На озеро замерзшее Но из города Шадринска Саб Не было стадионов И вот они ехали В грузовике Не отапливали Где-то на озеро Чистили лед По льду гонялись То есть Начиналось это В смутные времена Потому что Мотогонки на льду Вообще российский вид спорта И у нас там Много чемпионов Куча И сложнее назвать Иностранных чемпионов мира Которые иногда Чехи Там шведы Вклинивались В нашу Российскую дружину Но тем не менее В 90-х годах Были далеко Не самые лучшие времена И вот как раз С начала 2000-х годов Николай Красников У нас он Серебряный призер 2002 года Молодежку выиграл В сезоне 2001-2003 Тогда совсем молодой Гонщик И на кроссе Тогда он еще ездил Вот был призером 125 чемпионата Уральского федерального округа Впервые он Россию Россию Притом При всем Он выиграл всего 6 раз Что чемпионат мира 8 А Россия 6 Считается В мотогонках на льду Что Россию выиграть сложнее Чем чемпионат мира Потому что Есть некий отбор Не отобрался Ты на Европу едешь Там Отобрался На мир И представительство Российских гонщиков На мире Оно специально урезается Для того чтобы Тот же плетшахер Австриец Там мог побороться Цорн Франц Цорн Вот эти гонщики Иностранные Но Тем не менее В сезоне 2005 Красников выиграл И вот начиная с 2005 В чемпионате мира Его никто не объезжал В интернете Такая дискуссия была Когда вырастут спортсмены Которые научатся Объезжать Красникова Пока что таких нет И его объезжают Только в его отсутствии Но он тренировал И того же Немца Вебера Тоже Для Готовил Конкуренцию Нашим Парням Последняя минута Заканчивается Контрольного времени Заезда Лидирует Заслуженный Мастер спорта Николай Красников Центр технических Видов спорта Имени Габдарахмана Кадырова Уфа Башкортостан Двое У нас представляется ТВС Кадырова Это собственно Красников И Караченцев На 5 минут Меньше выступает В этом заезде Гонщики Юноши И взрослые У нас выступают По 15 минут Плюс 2 Дополнительных круга Ну а здесь 10 минут Но надо отдать Должное тем Что все таки Это соревнование Не среди Профессиональных спортсменов Поэтому и время Чуть меньше Но трасса Все та же Такая же растянутая С полным комплектом Всех сюрпризов Силовых Виражей И всего остального Красников Вот мы сказали Он выработал Выносливость Да это так Минута 17 671 У него лучший круг был А сейчас он идет Минута 22 Да Темп упал Но если учитывать Что Орешков Минут 27 идет А Скиров Минут 32 То сейчас он только Отыгрывает В конце заезда Только отыгрывает На первых этапах Было не так Не хватало ему На вторую часть заезда На предпоследний круг Сейчас отправился Николай Красников 117 номер Дубовика на круг Прошел А мы говорим Про Дубовика Дубовика Старшего А у нас же Младший ездил Еще в мальчиках То есть Династии продолжаются Дело в том Что Дубовик Старший Пришел в спорт Сразу в любитель То есть он Немножко покатался Среди профессионалов Понял что Не дотягивает Ну и потом уже Это Класс спорт И вот В классе спорт Он уже Выступает Да конечно По разному Судьба спортивная Складывается Не все Гонщики Могут себе позволить Пять лет Там сесть на снегоход Да и Бэби кросс Он вот только появился У нас его и не было Если может быть По лесам и долам Мальчики ездили Где-то То в очной борьбе Вот такой контактной борьбе Они нигде Не гонялись На последний круг Красников сейчас Должен отправиться У нас Преследуем Орешков Ну преследуем Сейчас Сложно сказать 29 секунд Было на линии финиша На предыдущем круге Между ними Вот сейчас Николай Опять Минута 22 и 2 Не сбрасывает Темпа Лидер Башкирского Мотоспорта Башкирия Интересно Они проводят И свой Снегоходный Чемпионат Они проводят Кроссовый Чемпионат У них свои Чемпионы Не всегда Они имеют Возможность Выезжать на соревнования Там далеко От республики Но стараются У себя Проводить Орешков Второй На последнем круге Отставание 42 и 9 Сбросил Темп Павел Может быть Оставил Разборки На Последний Заезд Заключительный Тоже Напомню Что травма Была Здорово Он упал На чемпионате Европы Представляя Команду Казахстана Казахи Ездили у нас По полной Программе На Сноубат Лофф Нэшнс И киргизы Ездили То есть Киргизская Команда Если казахи Еще гонялись У нас На снегоходах Киргизы Были абсолютные Депутанты В составе Команды Велосипедист Сноубордист И мотокрессмен Хорошая Бригада Ребята Молодые Все Особенно Велосипедист Итак Красников Победитель Красников Победитель Первого Заезда 117 номер Павел Орешков Дубовик Сейчас В круге Отставания Закончил В итоге Он пятый Ждем Орешкова Пересекает Павел Линию Финиша На втором Месте Подбуде Зела Его преследуют И ждем Уже Приветствует Его Торсида Местная Евгений Склеров Склеров Сейчас Пересечет Линию Финиша Показав Третий Результат Ну вот Склеров Дополнил Подиум Класса Спорт И двое У нас Остались Это Ну вот Вадим Куклин Пересек Линию Финиша На четвертой Позиции Ну и дальше Идет Еще один Ледовик У нас Остался Караченцев Дубовик И Сергей Караченцев Что-то Как-то Мы не видим Караченцев Мы не видели На линии Финиша Неужели Что-то На последнем Круге Произошло Либо Он так Замедлился Редактор субтитров Редактор субтитров